Тема, которая сегодня вынесена на обсуждение, безусловно, весьма и весьма актуальна. Создание Евразийского экономического союза действительно историческое событие для стран, которые пошли по пути евразийской интеграции, да и, наверное, для всего евразийского пространства. Этот факт сейчас начинает осознавать все большее и большее число людей, причем не только специалистов. Процессы евразийской интеграции представляют собой достойный ответ, адекватный ответ на вызовы 21 века, вызовы современного мира, которые характеризуются повышением уровня турбулентности, нестабильности международных отношений к мировой экономике, тенденции к усилению конкуренции, тенденции к регионализации. Нерешенные глобальные проблемы человечества, как старые, так и вновь возникающие кризисы, войны, конфликты по всему земному шару, а также системное обновление существующего миропорядка заставляют народы и страны искать и создавать островки своего рода, островки стабильности и развития в современном мире. Евразийский экономический союз уже доказал свою состоятельность В ходе последнего декабрьской встречи на высшем уровне в рамках Союза обсуждались вопросы многостороннего сотрудничества на 2019 год. И эти вопросы, они сами по себе показательны в плане оценки динамики интеграционных процессов. Это образование зоны свободной торговли с Ираном и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР и распространение интеграции на новые сферы. Принято решение о создании единых рынков нефти и газа. Надо отметить, что вступление в союз сыграло позитивную роль для республики Армения. Об этом сегодня в программе будут более подробно говорить. В 2017 году рост ВВП страны составил 7,5%, а этот союз увеличился на 47,6%. За январь-октябрь 2018 года экспорт Армении составил 2 миллиарда долларов США, что на 11,7% больше показателей аналогичного периода 2017 года. Развитие, углубление интеграции неизбежно ставит новые задачи и новые по качеству и по сложности перед странами-членами в сфере интеграционных процессов. Одна из них – сложение экономических потенциалов в целях производства и экспорта соответственного продукта. Это очень важно с точки зрения долгосрочной перспективы, поскольку создает условия для устойчивого развития наших стран, в том числе и промышленного, и технологического. Также создает основу для решения социальных проблем, включая создание новых рабочих мест. Следует сказать, что у Республики Армения имеется все необходимое для дальнейшей интеграции и кооперации с другими государствами евразийского пространства, включая технологические центры. И у страны есть все возможности занять особое место в реализации перспективных проектов Союза, связанных с выпуском высокотехнологичной продукции и разработки информационных технологий. Думаю, что все эти вопросы найдут свое отражение про доклады, которые сегодня будут представлены. Желаю всем участникам интересной подготовкой дискуссии, ну и пользуюсь случаем, чтобы поздравить всех вас с наступающим праздником, Днём года, Рождеством, желать мира, добра и нового успеха. Спасибо.